Вейкап, с вами Вова Кэс. На Моргенштерна завели дело, ему грозит огромнейший штраф. Парень из Владивостока покорил китайскую молодежь и не может теперь уехать домой. А Ивангай впервые за долгое время выпустил новый чудо-клип. Чтобы быть в курсе интересных новостей, нужно подписаться и обязательно нажать на колокольчик, иначе уведомления не придут. Проверьте, нажат ли у вас колокольчик. Ставьте лайки, мои хорошие. Ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Находите друзей в комментариях. Поехали! Вы знаете, ребята, в сети сейчас активно обсуждают историю про парня из Владивостока. 27-летний Влад приехал на китайскую фабрику звезд в качестве переводчика. Но, увидев внешность парня, продюсеры уговорили его принять участие в этом шоу. Он подписал контракт, вроде как на две недели. Но оказалось все намного серьезнее. Теперь он не может уехать домой. Ему грозят огромные штрафы. Более того, у Влада уже появилось множество фанатов, которые постоянно голосуют за него. И тем самым, конечно же, не дают ему уйти из шоу. Но, конечно, ребятки, самое забавное, что парень не умеет ни петь, ни танцевать. Но китайские зрители так одурели, им просто наплевать. Для них, почти для всех, он стал айдолом. Ивангай впервые за долгое время выпустил клип. Блогер, практически весь клип сидит на стуле на фоне своих стен. Спецэффекты, конечно, но высший пилотаж. Некоторые посчитали это убогостью, учитывая популярность самого Ивангая. Мол, он бы мог снять что-то намного, намного лучше. И дело тут далеко не в бюджете. Ведь даже с нулевым бюджетом можно снять намного интереснее. А другим наоборот. Такой формат очень даже и зашел. Никакого вот этого пафоса, крутых локаций, шмота, бабы, тачки, водка, пушки. Ну, вы понимаете меня. А просто домашний блогерский клип. А вы что скажете, дорогулькины? Стоило ли Ивангаю снять что-то более интересное? Или же и так сойдет? Напишите в комментариях, мне очень интересно почитать на этот счет ваши мысли. А теперь новости посерьезнее. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов обвинил Моргенштерна в пропаганде наркотиков. Обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Он открыто пропагандирует наркотики. А глава комитета Госдумы обвинил Тагировича в оскорблении чувств верующих. И на данный момент на Моргена возбудили дело за пропаганду наркотиков. На меня завели дело. Могу сказать лишь одно. Суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Ему грозит штраф всего лишь до миллиона рублей. Артист, конечно же, не тупит и уже нанял лучшего адвоката страны Жорина. Адвокат твердо заявил, что Алишер свою вину ни в коем случае не признает. И, конечно же, что в его творчестве нет никакой пропаганды. А вот вы тоже считаете, что Моргенштер очень плохо влияет на общество? Обязательно нажмите сюда и посмотрите предыдущий выпуск. Там интересные новости. Они не очень свежие, но мне кажется, что многим из вас нужно его посмотреть. Потому что там полезная информация. Всем хорошего дня, хорошего настроения и всем пока!